Всем доброе утро! 6 марта. Это УАЗ Патриот 2019 модельного года. В общем, вчера мы с вами были у дилера и посмотрели, значит, как по предписанию завода дилер производил диагностику. Вот. Пытаюсь выявить причину плавающих оборотов на новых машинах. Сейчас я снова еду к дилеру. И, в принципе, все данные были отправлены, так что какое-то решение будет озвучено. Вчера из обнаруженного, значит, что было. Это во втором свечном колодце масло, которое могло быть причиной этой проблемы. И в третьем цилиндре следы воды. Там коррозия была на свече. В общем, все в предыдущем ролике я показывал. Что было сделано? Были заменены прокладки клапанной крышки. Были заменены свечи. Вот. Ну, остальное вы все видели. То есть искали подсосы воздуха. Смотрели дроссельную заслонку, ее работу. Делали диагностику на разных режимах. То есть все. Мерили компрессию при разной температуре. Мерили температуру. Насколько датчик температуры корректно отображает информацию. То есть все. Все это было сделано. Отправлено на завод. Ну, вот и сегодня получим от завода решение. В общем, все. Выезжаю. Сейчас машина прогреется. И что-то узнаем. Обороты, кстати, сегодня ни намека нет. Так. Вчера было плюс два. Вечером, когда я приехал. Сегодня уже минус десять. С утра вот. Пока идет все нормально. Так. Ну, вот я приехал. Все. Как раз к назначенному времени. 8.20 на часах. Как раз место свободное. Так. Все. Пошел. Так. Грушим. Мотор. Все. Пошел я. Буду выяснять, что к чему. Кстати. Хантер. Так. В общем, все. Завод ответил. Проанализировал всю информацию, которую мы собрали. Общелась вчерашний день. Так вот, двигатель исправил. Проблема, значит, заключалась именно в том, что в одном сочном колодце была водичка, а в другом масло. Почему на холодную? Потому что искрообразование на холодном двигателе всегда одно сложнее, чем на двигателе, который вышел на рабочий режим. В общем, вот так вот. А масло, как известно, с присадками и зольностями, поэтому пробивало его только в особом движении. И двигатель пытался стабилизировать обороты. Крубо говоря, да, было троение. В общем, сейчас будем проходить программу адаптации, откатывать. Я вам все покажу. Так, что значит нам сейчас нужно сделать? Выехать на дорогу, разогнаться до второй передачи. Раскручиваем до 4000, потом отпускаем педаль газа, торможением двигателем, происходим до 1000 оборотов. Как только этот предел мы прошли, опять нажимаем до 4, и так 6 раз. Понятно? Поехали. Так, это что мы достигаем? Это мы делаем адаптацию по задающему диску. Вот этот комплекс мер, он для чего? Для чего он нужен? Чтобы пропуск зажигания он более корректно считывал. Потому что тут гриб появился, я водичку включу, на всякий случай, на безопасность. Так, мы все, поехали. Да, 4000. Все, опускаем. Все, нажимаем, прошли пределы. Так, это уже второй раз был. Все, нажимаем. Нажимать до конца или без ряда, как вам удобно? Так, неожмем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Поехали. Плава ни оборотов не наблюдается. Пока. Показания датчиков. Еще чуть-чуть сразу. Посмотри процессор. Чего я смотрю? Я смотрю параметры. Что датчик температуры уже показывает все как надо? Угу. Минус один градус это может еще на солнце нагрелся порог. Он кстати стоит правой стороной. Так что на улице возможно где-то минус пять, минус три. Вот. Рецепс. 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 Светло к рисуем палкиц. уначе уже 58 и 5 58 и 5 все нормально таки стабильно пока все держат обычно в этом диапазоне начиналась такой мелкая если крупная не наступала колебания там просто минус один порог нагрел ну ладно у меня данные что 62 градуса 63 уже все тогда отключаюсь ну пусть 80 на рабочий ну а долго будет выходить нет на самом деле на данном этапе это не совсем как бы важно но работает и отлично главное чтобы потом проявилась у нас и и и и и Чем РХХ убрали? Зачем вот этот дроссель? Что, 70 градусов? Лишний датчик исполнительный. Ну все, это да, это холостой ход, это 850 оборотов. На припорной доске, кстати, чуточку попозже показывается. Не, работает исключительно ровно. Пока ровно, да. Так еще не работал. Да не знаю, пусть еще чуть-чуть. Ну, по всей видимости, ваша машина почти проглядена. Ну, так, да, в принципе, хорошо. Вот на этой температуре он не плавал. Да, в принципе, можно заканчивать. Запуск прошел удачно. Продолжим встреч. Продолжим. Продолжим recently идет шеврисов. Читает шеврисов. пока все так ну что все выезжаю я завтра салона машина забрал запуск как вы видели у нас прошел удачно сейчас поеду транспортную компанию забирать коврики новые сказал новые коврики вот за ними поеду так значит что хочу сказать сразу машина поехала по-другому это очень чувствуется более такой уверенный набор оборота стал уверенный разгон чем посмотрим что будет дальше но вот пока вроде бы все нормально на холостых так двигатель еще не работал как сейчас еще смотрите что было сделано но во первых было обнаружено масло во втором колодце свечном потом было в третьем обнаружено присутствие влаги не знаю там влага это было или не было и и но ржавчина там была вы видели на свече в общем поменяли поменяли поводки от катушек зажигания которые к свечам идут там они с конденсаторами или чем вот это было сделано но и переадаптация была как вы видели произведена в том числе и дросселя в общем сейчас на сто процентов то что проблема ушла я сказать не могу потому что я не знаю прошлый раз когда делали переадаптацию дросселя сброс адаптации вернее чем проблема это вернулась но легкая нестабильность и все равно оставалось очень дело а сейчас двигатель работает немножко получше и в прошлый раз холоднее было сейчас на улице потеплее когда вот эта проблема и давала себе знать вот теперь в общем короче будем смотреть и очень надеюсь что все у нас на этом и закончится проблема уйдет и с ней я больше сюда не вернусь как и с любой другой только на плановое того меня было с предыдущим автомобилем чем юрий это инженер по гарантии попросил меня снимать видео за утренних запусков и выкладывать все эти что я и буду делать так что сразу предупреждаю это делается для нашей общей пользы и завод в том числе мог увидеть и отслеживать мой автомобиль на контроле будем смотреть пока вот так вот но и внимательный зритель наверно увидел на заднем ряду у меня колпак от запаски чем вчера у меня вечер прошел не без приключений про лопнула у меня колесо видимо была грыжа и всем изнут изнутри было я ее не увидел чем она лопнула хорошо что не на трассе на сервию на шиномонтаж вернее вчера отдал должны кордовые за заплату поставить но и новый я заказал резину то есть континенталь такая же такой же заказал что в районе 10 800 она стоит но резина дорогая но и хорошая как вы видели моим по моей езде она кстати все сезонно считается поэтому достаточно уверенно ведет себя на разных покрытиях так сейчас значит как я сказал еду в транспортную компанию чем проблема похоже на данный момент решена значит у кого аналогичная проблема проверяйте масло либо влагу и свечи в том числе и свечи в том числе как вот правильно тоже писали да все все возможно все возможно свечи кстати говоря можно испытать при давлении есть такой прибор каждую свечу но мы этого не делали просто поставили новые так что так еще раз напоминаем поменяли свечи поменяли прокладку клапанной крышки пластиковой через которую масло просочилась поменяли поводки от катушек вот эти вот высоковольтные не про произвели переадаптацию переобучение в общем так все сейчас я отключаюсь и еду в транспортную компанию про коврики потом отдельно вам расскажу потом надо мне стиральную машину сдать ремонт она так со мной катаются вчера некогда было этим заниматься но и поеду забирать колесо это уже последнюю очередь все у меня так по плану и пойдет вот а машина стала ехать объективно лучше мотор мотор стал лучше крутиться я сейчас буду кстати говоря да на топливе не заморачиваться вот когда басло до было завода есть предположение что топливо в данном случае могло играть роль потому что искра была нестабильная слабая у топлива разные характеристики поэтому воспламенение могло происходить по-разному сейчас я буду заливать то что я привык то чему я доверяю ну и посмотрим что будет дальше попробую форсировать события и эффект возврат эффекта так скажем ускорить если он вернется значит будем продолжать наше изыскание как мы договорились если не вернется ну соответственно значит проблема решена и все вперед к вашим дилерам и делайте все то что делали с моей машиной в общем так давайте ребята на связи